Валерий Васильевич, кто отвечает за эту программу, в которой министерство строит? Министр правительства. Зачем вы работаете в этой должности? Вы возьмите, открутите свой значок, уйдите. Зачем? Для чего? Вы задумаете, для чего вы вообще пришли в правительство? Если у вас нет внутреннего убеждения, как вы будете решать вопросы? Значит, как задачи будете ставить? Как создавать с одной стороны и развивать строительную отрасль, а с другой стороны реализовать программу? А у нас с вами, смотрите, три базовых программы, по которым вас можно оценить. Потому что это вы заказчик по этой программе. По одной 50%, по другой еще меньше. По третьей проблеме, потому что я вынужден заниматься поиском денег и в прошлом году, нас на сверху аварийно жили, а и сейчас. Уйдите, и все. Я работал в этой сфере, когда вся страна и ведущая регион, я помню, нас сравнивалось с Сверховской областью, сдавали по газификации 200 километров, мы сдавали 3000 километров. Вот вам разница. Это развитие. А сейчас что? Чуть-чуть идите. Я вообще не понимаю, зачем. Все обложились кабинетами, машинами, должностью. Так не пойдет. Президент все делает, защищая интересы страны и решая вопросы граждан. И с людьми разговаривает. И диалог ведет. А вот из-за таких, как вы, как раз власти претензии предъявляют. Давайте, Валерий Васильевич, с сентября рабочую группу, которая сейчас, скорее всего, завершит львиную долю объема по обманутым дочкам, переформатирована. Со своей стороны также будет участвовать, депутат Государственного Думы также будет участвовать, как по работе, оказание помощи обманутым дочкам. Нам нужно эту рабочую группу взять и сориентировать на работу по обеспечению жильевых детей-сероков, многодетных, письмо, свет, говоримых жильевых. 300 жильевых программ. Продолжение следует...